друзья всем привет приобрел такой полуавтомат сейчас будем для него делать телегу то есть есть такой баллон полуавтомат вот сюда поставил взял специальный инструмент называется крестовая отвертка можно плоской конечно плоской надо попасть точно шума рисовала вырисовал такую конструкцию есть у меня такие колесики четыре штучки поворотные телеги то есть здесь сделаем вот так и колеса у нас будет немножко в растопырку то есть разные стороны чтобы была на устойчивый хочу такой чертеж чертеж на полу здесь у нас примерно 50 сантиметров буду сантиметр говорить нижним перемычка 25 сантиметров общая длина отсюда оттуда примерно 80 сейчас посмотрю как у меня есть уголок 40 на 20 стенка полтора сейчас нарежу и посмотрим что получится будем потихоньку варить так ну такие уголочки твой уголки профиля все что есть из этого будем делать так так Так, с такой полосы надо держать Для баллона сделать У меня сколько? Пятерка, наверное Пять миллиметров, может семь Я одну уже выгнул Грел ее Резаком И загибал вокруг вот этой Болванки То есть предварительно ее надо Немножко подогнуть У меня есть специальная Вкопольная гнутельная Аппаратура То есть вот так вот Примерно хотя бы Чуть-чуть не упал Слетает Немножко подогнулся Пойдемте греть Очки специальные Специзиальные Торoon Так 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 Чуть-чуть не упал Loki Кother Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok А на эту сторону я сделал вот такой запорчик, то есть вот так вот. Может цепочку приделал. Блин, пока грел резаком чуть не отрезал. Надо сейчас заварить и подпаять. Немножко расплющил ее. Не знаю, может цепочку сделать, чтобы ее не потерять. То есть она будет у нас вытаскиваться. Такая застежка будет. Пришло время сделать колесики. Вообще их надо было с самого начала сделать. Из пятерки вырезал такие углы. То есть углы у нас... Сейчас вот здесь швы почистлю. То есть вот так вот приварю. С этой стороны и снизу углы. А здесь ничего наставлять не буду. То есть будет тоже швы все почище. То есть вот так вот приварю. Убежал. Так, ладно. Короче, чищу швы и приварю. Такая большая получается вообще. Вот что у нас получилось. Вроде не очень стыдно. Я же не сварщик. Так только учусь. Симпатично получается. Качка автомат. Еще раз скажу точку. Просто капец. Режимы вот такие вот. Грунтовка подсохла. Красим. Какой-то он тут. А-03 оранжевый. Снизу уже пыльнул. Много слоя. Фигачим. А цвет полуавтомата. Вот такая красота получилась. Блин, ушло три баллона. Офигеть, пришлось за баллоном еще раз ездить. Пальц немножко покрасил. Грунтовка, конечно, легла полосами. Вообще пофигу зато толстый слой. Я думаю, не сгнет, не заржавеет. Сейчас все дело высохнет. В принципе, я думаю, можно собирать. То есть листы алюминиевые положить, дырки просверлить, вернее отверстия и наклепки прищелкать. Хотя в четырех местах. Все вроде покрашено везде. Нормально. Лучше, чем было. Вообще, раньше этого и не было. То есть просто профиль лежал и все. То есть из того, что было, то и построил и покрасил. То есть самое дорогое, наверное, краска. То, что я потратил. Краска высохла. Вроде как. То есть пришурупливаем, пришурупливаем. Сверлю отверстия и вот на такие клепки. Один, два, три, четыре. То есть приделываем. Тут вот такой профиль. Гайки, кстати, вот так вот получилось. Я тут немножечко прихватку сделал. И болт, который крепится колесо. Он прям почти упирается в это дело во все. То есть кладем лист. Лист. Вот так вот берем и сверлим. Маленькие клепки. 3, ой, сколько он. Да, 3,1 миллиметра. Так ставим. И клепальником. Единственное, только, блин, впритык все. То есть он как бы упирается. Может краска чуть покоцается. Он немножко краска покоцался. Но я думаю, что вообще ничего страшного. Вот так приделываем. Один, два, три, четыре. Я думаю, хватит. И здесь так же. И здесь. Надеюсь, у меня профиль уже стал заканчиваться. Пришлось так кусочками сделать. Здесь просто полка будет, я думаю. Вообще ничего страшного в этом нет. У нас все цветет. Вообще офигенно. Все в цвету. Так, закидываем баллон. Ставим кирпичики. И закатываем. Так, баллон тяжелый. Оп. Оп. Так. Порвался. Так. Порвался. чаще поправить и готово вот так вот все тут по код сос но это нормально то здесь у нас небольшой такой приступочек имеется то есть баллон встает до сюда он не достает здесь он четко облегает так стать можно уплотнитель дверной приделать нашел я все уплотнителя то есть потом мысли может быть сделаю то здесь у нас ничего не затирает то есть видно как устроена петелька хоп вот так вот тут нас по баллону терла здесь вот так вот чик специально все нас подчики висит все приварено хоть полуавтоматом варим все приделаем теперь ставим сам полуавтомат никуда не опрокидывается здесь у нас опрокидывание вот настолько начинает опрокидываться это если колесо выберут если колесо там сзади приварить чтобы оно не крутилось то я думаю будет вообще ну посмотрим сколько раз он упадет сколько раз я венчат сломаю так шланг надо уменьшить можно не уменьшать и можно уменьшить шланг вот это дело тарелочка все готово все ездит все крутится так сейчас на улицу надо выходить попробовать через порог так высота порога 15 сантиметров не дали поезжать так вот Сможем катать хоть так, хоть так. Так, хоть так. То есть колеса у нас вращаются во все стороны. В принципе, вот эти колеса, когда они сюда уходят, как бы они туда далеко стоят. Идеально надо, чтобы они... Ну и вообще их можно вот так прихватить. И вот это вот так прихватить сваркой. Чтобы вот эти колеса вообще не крутились. А эти чтобы вращались. Сейчас подсоединю шланг. Красиво, офигенно. Покрашен, конечно, так себе. На порошковую покраску надо было отдать. Ну, я думаю, прекрасно. Все равно все обдерется. Ну вот, так получилось. Колеса те, что были. То есть самое дорогое тут, это я краску покупал. Три баллончика. Вообще, в идеале, конечно, порошковую. Может было все это дело отдать. Было бы лучше. И столстый слой грунта. Я думаю, не поражаете. Все равно все это поцарапается, покоцается. Вот так вот. Офигенный аппарат, кстати. Видео по обзору. Сделаю обзор. Вот здесь вот сверху будет. Короче, классный аппарат. Мне очень понравился. Все там расскажу, как что он варит. Здесь не стал делать никакие магнитики. Так, ручка, видалька. Ручка. Поворачивайся. К солнышку. То есть вот такое. Резуктор оставил этот. То есть прям чутка сделал давление. То есть небольшой расход. Голошок чуть-чуть дул. Все нормально. Сверху у нас маска будет лежать. Вот эта полочка для болагарок. Потому что болагарка у меня негде хранит. Вот здесь они теперь будут лежать. Снизу для всякого барахла. Вот эти колеса, я говорил, уже можно в принципе приварить. Тогда будет шире вот это расстояние. Так, кстати, может кому-то надо размеры примерные. То есть высота 118. Вот это расстояние 24. Профиль 40 на 20. Ширина самой тележки 29 сантиметров. Общая длина по низу 82. Вот эта длина примерно 57. Верхняя полочка она покороче. То есть вот так вот. 50 на альпобалон. В принципе, вроде все. Ширина задней части 37. Ширина полосы 40 миллиметров на 8 толщина. Можно тоньше сделать. Вот так вот. Ну здорово, мне нравится. То есть здесь у нас все на клепочках. Никуда он не падает. В принципе не кувыркается. По плитке ездит. Будет у меня ездить там. В принципе по этой дорожке я уже катал вон туда. В гараж. То есть вот там что-то варить в гараже. То есть все прекрасно. Все прекрасно едет. Да, кстати, вот здесь. Магнит не стал никакие делать. Не вижу в этом вообще смысла. Сюда лазить вообще постоянно не надо. То есть если надо. Подержал. Катушку поменял. Ну да, неудобно. Может было в принципе вот сюда. Можно магнит приделать. Сюда магнит просто прилепить. Я думаю они крышку будут держать. Никуда не денется. Так, крепление шлангов, проводов, рукавов. Массу отсоединяем. Масса здесь конечно короткая надо переделывать. И все. Хотел здесь сначала такую трубу сделать. Но тогда вот это дело все коцалось. То есть поварил вот так вот. Я все рассчитал. Как бы оно держится. И горелка не коцает. Все нормально. Поработал. Поработал. Три пятака. Так. Сюда. Поработал. Ну и масло. Повесить. Для провода я не стал делать ничего. То есть оно здесь не так прекрасно живет. Вот как-то так. С того что было то и построил. Друзья у меня есть группа ВКонтакте, Инстаграм. Все ссылочки в описании. Понравился видос ставь лайкос. Подписывайся на канал. Всем спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok